новая набережная вот такие тарочки здесь сделано видно такой поющий фонтан который уже прекратил свою данный момент работу уже время уже позднее это вот самое плачевное очень опасное место в геленджике как здесь разбилось несколько человек насколько мне известно вместе многие других местах падают по мне еще тут такой за одну из примечательно сделали кругом лавочки короче посидеть можно люблю геленджик а вот это вот круглая хрень она как-то связана с канализацией действительно это так или нет проверим всем доброе утро сегодня в горах начался дождь вот такой туман покрыл горы тоже очень красиво все это видно прекрасная дымка затмевает густой лес гор вершин гор почти не видно он там уже вчера вид наблюдали даже был снежок лежал на высоте где-то две тысячи чем-то метров воздух потрясающая свежесть к сожалению мы покинули свое местечко друзья в розове лучше и вот теперь две ним у нас такой предстоит серьезный путь как видите погода испортилась до геленджика но это не так печально с одной стороны ехать по жаре было бы по мне кажется хуже река мзинта вот она во всей красе рядышком почернело вот смотрите она прям почернело но видно что поток реки увеличился да и вода стала такая черная вчера на полу про прозрачные приятные и вот едем уже на ржд вокзал вас . садимся и едем до сочи центрального там делаем пересадку на автобусе и по серпантину шесть часов нам предстоит а то и больше в зависимости от пробок да немножечко немножечко серпантина в ленту мы проезжаем город сочи и не в стороне геленджика крутейшую серпантину конечно это только что такие виды были здесь не передашь на камеру и вот всем добрый вечер ребята сегодня вышли на набережную геленджика тут такая тачила мне просто случайно попадается едем на дачу едем надо вот в общем то мы приехали уже геленджик вот конечно изнурительная была дорога на протяжении восьми часов вместе с пробками мы добирались плюс еще дорога от розовых утра на ласточки это заняла еще где-то час-полтора но так пройдемся и посмотрим какие произошли изменения вот за пару лет которых мы здесь не были хоть будет лето поеду на дачу в руки лопату херачу херачу но это по цензуре по цензуре вечерний геленджик недалеко от набережной приморья слушай я вот сколько был геленджике и ни разу этих фонтанчиков не видел кто знает народ они здесь были раньше такая девушка здесь полуголая на волочкового похоже а тут вот такая даже не знаю что это такое типа кресло и только так но если это кресло то а ну типа как бы деревянное я сразу думал что это металлическое просто дизайн такой интересный париса вечерний геленджик осень 2019 вот так вот выглядит ночное время практически ни одной живой души как-то становится немножко печально лето пролетело все осталось позади но мы это знаем лучшее конечно впереди кстати тут поставили какой-то новый памятник я такого раньше не видел green александр степанович писатель прозаик с каждым годом что-то переделывается добавляется на набережной народ еще сидит на лавочке один единственный человечек который вышел потанцевать на велосипедной дорожке туда принципе вход открыт я так понимаю работает все фонтанчики повырубали зайти бы можно было бы кстати уже здесь у него становится не так весело как бывает летом она 1 час ночи да ну и фонтаном повырубали ладно посмотрим как будет выглядеть завтра уже подключали принять ванну как вам ночной город вот чем не ребятушки нравится вот когда вот гуляешь здесь да вот такие вот ночью включает фонтана все это поливается и запах свежести да вот именно свежести не какой-то там канализации как где-то попахивает иногда на набережной там сказка в сказку пушкин как говорится это там помнишь в руке держит такое книжку что не поверите ребята сколько она здесь на родостов пережила вот она и цепь находится рядышком такую бы на шею закинуть ну да на ветке сидит свет сломается вместе с ней упадет ночной геленджик красная толка так что прогуляемся посмотрим где тут какое-нибудь заведение зайдем кафешечку среди друзьями и решили зайти в одну из немногих кафешек которые были открыты на тот момент ночной геленджик все в зимних куртках один я футболки вон там грот был до саня я помню это это запись на фиг 97 году вы там с как и были мне даже на кай на камере еще такой пленочной сейчас мы зайдем украинский дворик украинский дворик там народ тусит симы такой рекламу сделал там тепло и красота бы но нас туда не пускай что все закрыто уже а мы тут подошли и холодно короче возле моря стоим мы тоже по-своему прикольно можно за столиком посидеть заткнула халяву я люблю геленджик а вот это вот круглая хрень она как-то связана с канализация действительно это так или нет проверим пойдем через забор понюхать не здесь кстати площадь лермонтова реально попахивает вот сейчас вечерком идем уже второй второй или третий раз вот постоянно принципе здесь проб пробу воздуха взять не ну запах да вот фу прям вот реально вот вообще вонючка даже судя по всему здесь весь народ разбежался и вот из этих кафешек приближенных море ребятушки добрый вечер всем вот сегодня находимся на набережной да все заведения закрыты лакомка платан делают по набережной пройтись будем практически везде тишина но вот единственное место прохлада жгет народу немерено и мы тоже решили сегодня зайти здесь потусить немножечко погулять но уже холодные холодный ветерочек такой до обдувает градусов наверное 13-12 все уже в теплых курточках все идем я внушил в этом момент Голубой, понеслась! Геленджика, находимся в направлении Сады и Морей, в сторону Сады и Морей и Новой набережной. Музыка там местами где-то красоте играет, тогда очень неплохо, весело, хороший интерьер, дизайн вернее. И вот портит эти напитки и шаурма. Зачем это надо? Так кушать люди любят. И мы все-таки подошли вот к этой набережной, вроде как считается она самая опасная, потому что здесь вот опасно для жизни даже такие вот кругом, короче, предупреждающие таблички, обрывистый берег. И реально здесь было несколько случаев, где разбилась, по-моему, в прошлом году девушка 35-36 лет. Нет, вот ведется видеонаблюдение здесь, все в принципе. Сейчас мы идем дальше к памятнику дамы с собачкой. Да, 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 это все потом выложили в интернет и в общем доступе можете посмотреть падение с набережной. Внутри там несколько несчастных случаев точно было, да. Насчет смерти не знаю, но то, что люди пострадали здесь неоднократно и много раз. Здесь вообще раньше изначально, здесь никогда не было забора. Здесь это круче называется местные, любили это место приезжать сюда на машинах. Ну и сейчас я смотрю, приезжает вот там тусовочка какая-то мы наблюдаем возле той ротундочки, или как там называется по-другому, беседка. В семнадцатом году, когда я здесь был в последний раз, вот в Кемпинске виднеется отель, когда последний раз был здесь в семнадцатом году, здесь не было вот этой, кстати, вот этого фонтанчика на той стороне. И вот этих домов, кстати, тоже не было. Сейчас, видно, все уже так поднастроили здесь, достаточно много всего. Ну, хорошее местечко, единственное, только мне еще не нравится то, что дорога все-таки как бы, да. Ну, вот здесь нормальная, достаточно такая вот тропа, погулять можно. И плюс этой набережной в чем? То, что здесь вот нету торговых лотков, да, каких-то вот этих зазывал там с животными всякие, там предлагают сфотографироваться. Пока еще его нет. Ну вот, и говорят, что в дальнейшем здесь можно сделать вкус к воде. Вот она. Такая-то она, красавица. Не, так по пьесе Чехова, по-моему, да, дамы собачкой. А вот, ребятушки, как раз мы сейчас приближаемся уже к тому месту, где произошел несчастный случай в 2018 году. Девушка перелезла через вот этот парапет. Ну, не знаю зачем, правда, может быть, хотела в туалет сходить как бы, да. Но здесь очень реально опасно, потому что здесь, вот смотрите, 2-3 метра где-то, да, вот от этого забора и уже резкий обрыв начинается, да. И человек, который, как бы, может быть, даже немножечко подвыпивший был, ну, не знаю насколько. Но здесь везде предупреждающие, дальше смотрите, проход запрещено. Думаю, мы сделали сетку дополнительную. Сейчас попробую показать где. Кручу давно богоустроили, сделали красивые ограждения, на которых висят таблички опасно, обрыв и все такое. Освещение давно установлено, все камеры как бы, да, однако люди как бы не перестают все равно падать. Говорят, что раньше здесь забивали животных и в 90-х годах были бандитские разборки. Сюда приезжали влюбленные полюбоваться видами и машины скатывались вниз. В наше время некоторые стали называть это место заколдованным. Ну, вот оно, это место печальное, да. Я так понимаю, что вот здесь как раз они где-то зафиксированы на камере. Вот они, камеры зафиксированы в интернете, можно посмотреть, как это произошло. Здесь девушка, здесь девушка перешагнула через этот, через парапет. Ну, вот это вот место, вот она, видите. Здесь сейчас делались так называемую, как это называется, решетка, да, такая как бы. Ну, специально вот видно там то, что бутылка, вот где даже бутылка лежит. То есть, вот буквально тут даже полметра, наверное, и сразу обрыв. Как раз вот глубина, ну, там вода виднеется вдалеке, метров, наверное, 30-40. Ну, скалы, короче, скалы. Если туда перелезешь, сейчас как бы не так опасно, да, там вот эта сетка может вас спасти. И то не факт, насколько она надежная. Ну, вот это вот самое почемное, очень опасное место. И что движет людьми, которые перелезают через забор, подвергая себе такой вот опасности, когда метр от него такой вот от обрыв. Ради прекрасных снимков берегите себя и будьте осторожны. Ребятушки, идем тут, смотрите, вот можно кофейку при желании попить. Вот такое здесь сделали, мобильную кофейну. Остановился. Не хочешь кофейку? А здесь сделали детский городок. Ну, и вот оно еще тут такое за одну достопримечательность сделали. Тоже всякие прибудуты там, детские кочели. Кругом лавочке, короче, посидеть можно. Здесь еще отличие вот этого места, очень сильный ветер дует с моря. Вот такой тут у нас пляж Кемпинского. То, что мы проходили только что недавно, да, от новой набережной. Хорошо, кстати, оборудованно. А на этом, друзья, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Немного такой печальный выпуск у нас получился. Но, тем не менее, будьте осторожны и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok